Здравствуйте! На канале Десна ТВ новости. С вами Ирина Нурматова. Сегодня отмечается Всероссийский день призывника. Этот день был учрежден в 1992 году по распоряжению президента России Бориса Ельцина. Его цель – повысить престиж воинской службы. В этот праздник в воинских частях и на городских площадях проводятся торжественные парады и программы патриотической направленности. А что нового и интересного в Лесногорске, узнаете прямо сейчас. Сегодня в выпуске смотрите. Всегда на дне открытых дверей налогоплательщиков приходит больше. В налоговой инспекции прошли дни открытых дверей. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 99 сообщений о происшествиях. Обзор криминальных происшествий за неделю. Телефон на выкладывание. Нет. Есть? Нет левому бензину. В Смоленской области задержаны изготовители суррогатного топлива. Чтобы они могли добывать глубинные знания не только в воспитательной работе, но и на конкретных уроках. Это же нет. Десногорские педагоги обсудили духовно-нравственное воспитание детей. С помощью проектов дети себя раскрывают, становятся более образованными для себя. Новые города ездят, как дети. И я считаю это круто. Ученики четвертой школы провели пресс-конференцию. Материнский капитал можно будет получать быстрее. После поправок в закон был сокращен срок оформления сертификата. Раньше на рассмотрение заявления о выдаче этого документа отводили месяц. Сейчас же это занимает 15 дней. Смолянки, родившие второго и последующего малыша, могут получить сертификат мат-капитала не только через клиентскую службу пенсионного фонда, но и через многофункциональный центр, личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг. С начала 2018 года в Смоленской области заявки на мат-капитал подали 3053 семьи. 9 и 10 ноября все желающие могли обратиться за консультацией в налоговую службу. Специалисты рассказывали о порядке и сроках уплаты имущественных налогов, а также о ставках и льготах. Подробности в нашем сюжете. Федеральная налоговая служба проводит Дни открытых дверей несколько раз в году. Весной, чтобы напомнить о необходимости сдать налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц и осенью, когда подходит срок уплаты имущественных налогов. Налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов. В налоговых уведомлениях физических лиц за прошлый год произошли изменения. Впервые включен налог на доходы физических лиц за 2017 год. Он применяется для доходов, по которым не был удержан НДФЛ. А сведения в налоговые органы были представлены налоговыми агентами. В течение летних месяцев налогоплательщикам направляли уведомления по почте и в личных кабинетах на сайте www.nalog.ru. Срок уплаты наступает уже совсем скоро – 3 декабря. И пропускать его не стоит. Вне открытых дверей сотрудники инспекции помогали зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщиков для физических лиц. Налогоплательщик, не выходя из дома, со своего компьютера или с мобильного устройства, может зайти через сайт службы и зайти в личный кабинет налогоплательщика, где будут отображаться его налоговые обязательства по налогам имущественным. Также там можно посмотреть, есть ли недоимка, есть ли переплата по ним. Граждане, наши налогоплательщики, зайдя в этот сервис, могут полностью управлять начислением налога, обращаться, ввести обратную связь с нами. Для входа в кабинет потребуется логин и пароль, которые можно получить в любом налоговом органе. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Обращаясь в инспекцию не по месту жительства, нужно предъявить оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица. Те, кто не попал на дни открытых дверей, могут сделать это в остальные рабочие дни. Ирина Наруматова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. На Смоленщине продолжает дорожать проезд в общественном транспорте. С 19 ноября цены изменятся и в Десногорске. В городе появились объявления о повышении проезда до 21 рубля. Вырастут цены и на пригородные маршруты в Клюксово, Якимовиче, Шумиловку, Галеевку, Жердево и Ивановское. Напомним, с 1 ноября изменились цены на проезд в маршрутках Смоленска и Гагарина. Какие криминальные события произошли в городе? Об этом расскажет начальник тыла, отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 99 сообщений о происшествиях. Из них 4 сообщения о преступлении. Зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 60 административных нарушений, в том числе 45 нарушений правил дорожного движения. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, к ответственности привлечены 5 человек. Где захотел, там и торгую. По такому принципу работают продавцы стихийного рынка в Смоленске. Местные жители пытаются бороться с несанкционированным рынком на проспекте строителей. Прямо под окнами многоэтажек ежедневно ведется торговля. Ради выручки предприниматели продают овощи прямо на дороге. В городской администрации утверждают, что разрешения на торговлю на проезжей части продавцам не давали, поскольку это незаконно. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России раскрыло преступную схему. Злоумышленники производили суррогатное топливо и сбывали его по всей Смоленской области. Подробности смотрите далее. Преступное производство находилось на территории нефтебазы в Сафоновском районе. Железнодорожным транспортом туда поставляли газоконденсат, а автомобилям – низкокачественное топливо, мазут и дистиллят. Преступники использовали специальную установку для переработки сырья. Так, злоумышленники производили суррогатное топливо. Лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов у организации, конечно, отсутствовала. Фальсификат сбывали через автозаправочные станции Смоленской области и соседних регионов. По предварительным подсчетам, доход от противоправной деятельности превысил 34 миллиона рублей. По выявленному факту, следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации. В производственных помещениях и по местам жительства подозреваемых провели обыски. В операции участвовали сотрудники полиции и Росгвардии. Они изъяли предметы и документы, которые помогут в расследовании уголовного дела. Управляющие нефтебазы находятся под подпиской о невыезде. Ирина Нурматова, Александр Ерофеев, Десна ТВ Смоленские полицейские поймали наркодилера. Молодой человек планировал взвывать ментил илфедрон, который в народе называется просто «красный яд». Оперативники обследовали возможные места закладок и нашли несколько пакетиков с веществом. В ходе обыска в доме преступника также нашли наркотики. Ему грозит лишение свободы до 20 лет. 30 октября в Десногорске стартовал муниципальный этап международных рождественских образовательных чтений. Основная цель данного проекта – повышение духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Организаторы проводят выставки, конкурсы, торжественные концерты, дискуссии педагогов и учеников. Во вторник состоялся круглый стол педагогов, которые занимаются духовным развитием детей. Учителя школы представили свои программы по духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников. Они делились с коллегами опытом своих наработок и процессом преподавания. Елена Силаева, учитель начальных классов второй школы, выступила с презентацией «Святость, доброта и вера». В прошлом учебном году она разработала программу воспитательной работы и проверила её эффективность на своих учениках. А педагог четвёртой школы Елена Хромылёва рассказала о том, как заинтересовать ребёнка занятиями и после уроков. На встрече неоднократно отмечалась важность участия семьи в духовном воспитании ребёнка. Поскольку курс воспитателей, безусловно, в программе отводится значительное место к участию в этом курсе, в реализации этого курса «Родители». Учителя предпринимают всё, чтобы воспитать каждого ребёнка достойным гражданином России. Эта встреча не была последней. Рождественские чтения пройдут до 20 ноября. Впереди ещё акция «День добрых дел», выставки и конкурсы. Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Как в Смоленской области реализуется проект «Комфортная городская среда»? Работу оценила член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Светлана Калинина. Она инспектировала смоленские дворы и скверы. В одном из дворов Ельни уложили асфальт на скорую руку и установили скамьюк, зачем-то повёрнутый в забор. На этом благоустройство территории, в общем-то, и закончилось. За два дня Светлана Калинина посетила более пяти муниципальных образований в регионе. Положительную оценку эксперта получил только Ярцевский район. Второй год ученики четвёртой школы являются победителями конкурса школы «Русатом» и «Русатомскул». Они провели незабываемые три дня на финальном этапе в городе Лесной Свердловской области. Финалисты пригласили ребят из других школ, чтобы поделиться впечатлениями от поездки. Мероприятие посетила и наша съёмочная группа. Калина Мельникова и Михаил Евсюков – победители заочного этапа конкурса фестиваля «Русатомскул». Руководитель команды, учитель русского языка и литературы Светлана Токарева. После победы в заочном этапе они отправились на очный. В первый день приезда ребята приняли участие в пресс-конференции четырёхкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова. Они посещали различные мастер-классы – это и репортажная фотосъёмка, и принципы работы журналистов. А после пресс-конференции разобрали ошибки. Второй день был посвящён обучению основам журналистики. Финалистам конкурса удалось пообщаться с именитыми редакторами, лекторами вузов. На протяжении всего времени Калине и Михаилу приходилось выполнять различные конкурсные задания, писать статьи и работать с интервьюерами. В заключительный день юным журналистам удалось пообщаться в неформальной обстановке с координатором всех мероприятий школы «Росатома» Иваном Трифоновым. По словам ребят, эти три дня их сильно изменили. Они вышли из зоны своего комфорта, стали более устойчивыми к стрессу, нашли много новых друзей. Эта встреча замотивировала других ребят принять участие в следующих проектах «Росатома». Было очень приятно и познавательно слушать ребят. Сами мы не успели поучаствовать, но в следующем году обязательно будем пробовать. С помощью проектов дети себя раскрывают, становятся более образованными для себя. Новые города ездят, как дети. И я считаю это круто. Конференция сподвигла меня участвовать в проектах. Я считаю, что это важно. И для новых знаний, и вообще для себя. В завершении мероприятия менеджер-методист комитета по образованию Татьяна Кужиньязова подарила Михаилу и Калини книги с дополненной реальностью. Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Смоленские подростки представили регион на Всероссийском фестивале ГТО. Он прошел в Международном детском центре «Артек». В команду «Смоленщины» вошли спортсмены из областного центра «Гагарина» и «Ярцева». Ребята соревновались в стрельбе, плавании, беге на различные дистанции, метании мяча и других спортивных дисциплинах. Победителем Всероссийского фестиваля ГТО в беге на 60 метров стала Смоленка Валерия Борисова. А теперь коротко о погоде. 16 ноября в Десногорске будет ясно. Днем от минус 2 до плюс 2. Ночью минус 9. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefiz.tv.ru. С вами была Элина Нурматова. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!